Всем привет! Ранее я представлял самодельную систему водяного охлаждения процессора, где кулер, находящийся вне корпуса системного блока, установлен на алюминиевый радиатор для увеличения рассеяния тепла. Полагаю, будет интересно посмотреть, как изменится эффективность жидкостного охлаждения, если вместо обычной воды залить, например, водку или изопропиловый спирт. При использовании воды в качестве теплоуносителя, среднее значение температуры процессора в простое составило почти 34 градуса, тогда как при нагрузке с помощью теста в программе оси сети по истечении 10 минут среднее значение температуры было около 50 градусов, а максимальное 61. Теперь заполню систему охлаждения водкой, воспользовавшись для этого шприцом. В моем случае в трубке уходит чуть больше 40 миллилитров и еще 100 наливаю в расширительный бачок. Выполнив подготовку и установив вновь охлаждение в системный блок, запитываю насос и включаю компьютер. Затем после загрузки операционной системы Windows 10 запускаю программу оси сети. По истечении 4 минут средняя температура процессора в холостом режиме составила чуть более 34 градусов. Теперь нагружу процессор с помощью теста. В таком случае через 10 минут среднее значение температуры составило почти 53 градуса, а максимальное 67. Далее слив водку и просушив систему охлаждения заливаю в нее изопропиловый спирт, при этом не снимая охлад с системного блока. По завершении запускаю циркуляцию и вновь включаю компьютер. В этот раз спустя 4 минуты в режиме простое средняя температура составила порядка 37 градусов, а максимальной 45. Запускаю в очередной раз тест и посмотрим что изменится. По истечении 10 минут средняя температура достигла почти 59 градусов, а максимальной 77. Если сравнить изменения средней и максимальной температуры используемых жидкостей при нагрузке цепи в течение 10 минут, можем видеть, что в проведенных условиях вода отводит тепло эффективней. Уменьшение теплоотвода в ряду от воды до изопропилового спирта в данном случае я полагаю связано с теплоемкостью жидкости. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.